Всем самые добрые приветы от нас, от нашей семьи из Украины, из Запорожья. Мы не снимали долго видео, потому что были заняты. Всем спасибо, что интересуетесь, как мы. Где мы пропали, пишите в Instagram, Facebook. Мы нигде не пропали, мы занимаемся своими делами. Вот у нас в Украине, в Запорожье мы живем. Ужасная жара. В некоторых частях, ближе к западной части Украины, довольно-таки прохладно, есть дожди. У нас невыносимо жарко. Мы мучаемся от жары со своими животными. Поэтому все горит, у нас в саду все горит. И, в принципе, все быстро спеет. Занимаемся консервацией, садово-колхозными делами, домашними важными делами. Немножечко стараюсь заниматься и своими любимыми делами, своим творчеством. Много идей, много задумок. Но все лежит пока, знаете, как в приготовленных таких вот позициях. Это надо сделать, это хочется сделать, а может быть вот это вот посмотреть. И куча задумок, куча идей. Ну, в общем, все в процессе. Сейчас я хотела сделать, заняться столиком. Я все мечтала, все в планах вынашивала. Свой журнальный столик новенький, как бы универсальный такой столик. Я хочу его поставить пока лето на улицу. Ну, а потом, чтобы была возможность его заносить в дом. Ну, в общем, универсальный. Поэтому нужно подобрать универсальный цвет какой-то. Хочется яркий такой, знаете, вау. Но когда думаешь, что это будет стоять в доме потом зимой, и чтобы он вписался в интерьер, тоже как бы надо это учитывать. Животным нашим тоже очень-очень жарко. И коты сейчас у нас на улице, Моника в доме. Моника, что ты там нашла? У нее в каждом уголочке есть свои кусочки. В каждом уголочке есть свои кусочки. Она, если ей что-то не хочется кушать, она обязательно его спрячет в какой-нибудь из уголочков. Потом захочет, потом она это найдет и съест. Ну, так вот. Идем искать Феликса. Пока утро было прохладно, мы выпустили котов на улицу. Ну, у котов своя личная жизнь, поэтому они должны на улице тоже побыть немножко. А у нас пока есть свет. Быстренько, хоть и утро, включили кондиционер. Тут был дусик, уже убежал. Быстренько включили кондиционер, потому что сейчас выключат свет, и тогда уже до часу дня. Будет очень жарко и в латах немножечко прохладнее будет в доме. Барсику тоже жарко, но мы поливаем ему землю специально, потому что собак нельзя обливать водой. Некоторые со шланги летом обливают собак водой. Этого категорически делать нельзя, потому что у собаки получается спазм сосудов, и собака может умереть. Поэтому это такая медвежья услуга, очень опасная. Вот так вот. Поэтому поливаю возле него землю, охлаждаются лапки, и он таким образом охлаждается, что-то нашел. А у меня посухли все цветы, поболели. Я уже даже их не поливаю. Уже все. Это я уже два раза их спасала, но у меня уже терпение лопнуло, и уже больше спасать их не хочу. Хотя он еще, вот, последнее живое место есть, спасти, в принципе, можно. Но я вам сейчас покажу, как я буду их спасать. Все-таки его обрежу и полью. Нападает клещ. Паутиный клещ. И вот это вот все цветы сжирает. Петуни начинают жрать. Вот поэтому вот такая вот ерунда. Вот. И у меня тут калибрахуа. Такие шикарные кусты были. И напал на него этот паутинный клещ. Вот. Полностью выедает за сутки. Я его побрызгала, вроде бы успела. Немножечко отходит. И этот тоже. И смотрю, вроде только-только начал отходить, и опять на него нападает этот клещ. У меня уже сил нет никаких с этим клещом бороться. Вот такая вот у нас ерунда. Монь, пошли в огород. Хотя я ее не беру, там барсик. Я уже собрала тут немножко моего урожая. Очень жарко, все быстро спеет. Там пару, там сколько там у меня, кустиков 15. Да, 15 кустов я посадила мелких помидорчиков. Специально для засолки в банке. Вот такие вот они. Вот такие вот они у меня помидоры. Уже собрала миску. И хочу пару бутыльков закрыть помидоров. Томатиков. Томатиков хочу закрыть. Да, маняшка? Ну и как обычно, куда же без краски. Купила и валик. И все необходимые причиндалы. Хочу покрасить дверь. Ну входную нашу дверь хочу покрасить. Это и грунт, и эмаль три в одном. Очень классная штука. Но правда вонючая. Правда, очень-очень вонючая. Барсюнечка, что ты тут рылся? Пятачок твой в земле. Пятачок в земле. Да? Да? О-о-о. А вот и Феликс. И Феликс пришел к нам. И Феликс пришел. Вот так вот. Барсик. Занят кот своими чистоплотными делами. Тут у меня немножечко эхиноцеи. Цветы эхиноцеи. Но они у меня чисто декоративную функцию выполняют. Вот я с нее ничего не делаю. Так, она у меня эхиноцея растет для красоты. Так вот. Феликс. Тебя можно побеспокоить? А вот и Дусик прибежал. Дусюнечка. Дусюнечка. Вот так вот. Вот так, под мою эхиноцейку. Правильно. Тут прохладнее. Сейчас в дом пойдем все. Сейчас всех отнесу в дом. Ну, пока прохладно. Можно еще девять утра. Немножечко еще можно на улице побыть. Феликс. Феликс. Тут говорили, что у тебя не похож портрет. Ты такое милейшее, добрейшее создание. А на портрете ты грустный. И даже злой. Где ты? Дай я тебе покажу. Фелечка. Он на самом деле такой и есть. Он строг. Он как родитель. Строгие родители. Поэтому... Дай я тебе поближе покажу. Феликс. Так, какой там. Строгие родители. Причем он берет ответственность за всех нас. Ко всем нам, не только к Монике такой строгие. Посмотри. Феликс. Угу. Вот такой он и есть. Такой, как на портрете. Мудрый, ласковый и одновременно строгий родители. Вот так. Абсолютная копия. На портрете передан полностью характер кота. Вот так. И Дуся красоту наводит теперь. Ленчик, он песни поет. Кондиционер шумит. Так. Что у нас здесь? У нас здесь в планах... В планах столешница. Столешница. Она небольшая. Столешница журнального столика. Такая вот столешница. Я хочу сделать журнальный столик. Уличный. Это пока такой он. Морской столик. Старенький. В Советском Союзе были такие столики. Это покупали еще мои родители. Столик. Где-то вот там стульчики такие к нему. Кто помнит, у кого такие были. По-моему написано отдых. Уже все стерлось. Стульчики раскладные. Столики такие. Раритет. И, кстати, очень удобно. Разложить, сложить, в машину положить. И как бы очень даже удобненько. Много места не занимает. Феликс мне помогает. Все. Буду. Буду, буду, буду. Зашкуривать наждачной бумагой. Все это шлифовать. Все буду шлифовать наждачной бумагой. И процесс вам обязательно покажу. И обязательно покажу вам процесс. Начинается жара. Можно наждачной бумагой. Смотрите. 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 Вернемся попозже. Монечка. Моняшка. Красавица. Вот красавица. Красотка. Пока мой стол тут застывает. Шпаклевка вся моя тут застывает. Еще мокрая все. Я хочу побрызгать свои растения от клеща. Все питонии, все калибрашки. Посоветовали вот этот вот актоцит. Но эта упаковка идет на 5 литров воды. Тут пишут в рекомендациях на 10 литров. Но посоветовали на 5 литров воды. Так как я буду использовать литр, значит соответственно мне нужно отлить на литр воды. Короче, будет сейчас химия. У меня нашла пустую бутылочку с под йода. Сюда вылью. Посчитаю, сколько мне надо. Отолью лишнюю бутылочку до следующего раза. Шприцом. Большим шприцом. И сделаю раствор. Теперь, чтобы не поливать все сухое, надо обрезать. Обрезать и выкинуть. Все пообрезаем и пообрасываем. Зенгу польем. Хорошо, что без запаха. Раньше химия такая вонючая была. Ну все. Зальем. Возможно сильнее. Все, два денька осталось. Заходи, заходи. Заходи. У нас темно. Темно, света нет. Рано радовались. Я думала хоть немножечко. Феликс. В доме, а дусик на улице. У нас темно. С улицы приходишь, там светло. А тут я специально шторы закрыла, чтобы прохладнее было. И Феликс пришел и спит на своем месте. Да, Фелечка? Пришел и спишь. Шторы мы немножечко закрываем. И тогда в комнате кажется, что прохладнее. Умника. Блошек нет, даю таблетку симпарики. А время от времени чешется, да, скажи. Потею. Потею. Феликс. Мама, она крыльца. Муника без Феликса никак не может, да, Мунишка? Никак не могу. Никак не могу. Скажи, спала я тут в прохладе, в темной комнате. Мне было хорошо. Нет, прибежали, скажи, да, Фелечка? Прибежали. Семья прибежала. Фу, жарко. У нас очень-очень жарко. Вот так. Вот так. Феликс очень любвеобильный котяк. Феликс умничка. Он и строгий, и нежный, и ласковый. Такой родители. Хозяин, родители. Вот так вот. Мунику обожает. Ушка вылезла. Мунике жарко. Вроде бы кондиционер работал в доме, немножко прохладнее, чем на улице. Но как только выключили кондиционер, очень душно, очень жарко, но на улице еще хуже. Дышать нечем. И причем феномен такой, кажется, что в частном доме, наоборот, прохладно. Но у нас как-то саманный дом обложен кирпичом, и очень жарко, честно говоря. Быстро нагревается дом. Вроде остудишь его кондиционером, но на жаре очень быстро нагревается. Буквально, можно сказать, 15-20 минут, полчаса от силы, и уже все. Прохлада, как и не бывало. Точно так же и зимой. Точно так же и зимой. Нагреешь, натопишь. Думаешь, вроде бы тепло можно как-то немножечко поэкономить, но нет. Только выключаешь, и все. Холодинок, латун, такой, что сил нет. Надо дом утеплять, тогда будет летом прохладнее и зимой теплее. Но пока у нас в стране такие непонятные ситуации, непонятные условия, поэтому мы пока ничего не делаем. Ни ремонт, ни глобальное, ничего такого не делаем. Текст, ты так сильно обнимаешь, но у меня хрипит. Потешные, потешные, а не могу. Ай, красавчики, красавчики. Я уже почти вот-вот дописала свою картину. Небольшие штрихи и блики нужно будет добавить. Сейчас темно, конечно. Я не покажу всей красоты этой работы. Ой, боже мой. Что тут творится? Что тут творится? Прибежали? Прибежала, прибежала компания. Чуть-чуть попозже я добавлю тут и блики, и небольшие еще доработку сделаю. Сделаю, и вам уже окончательный вариант этой работы покажу. Пока она вот у меня вот такая. Вот такая вот сирень. Пока так. Все-таки хочу в темных цветах сделать. Стаканы хотя бы есть. Для эпоксидной смолы главное стаканы. Одноразовые, у меня маленьких маловато. Одноразовые пластиковые стаканы. Это первое, что необходимо для заливки эпоксидной смолой. Правда, маловато, надо было докупить. Ну ладно, хватит. И хочу подобрать цвета. Ну, все-таки мне хочется в каких-то синих, лазурных, зеленоватых, золотистых. Ой, сейчас поломала. В цветах это сделать. Одной рукой неудобно. Вот, в каких-то таких бирюзово-бирюзовых цветах. Ну, вот не знаю. Хотя я прекрасно понимаю, что для уличного стола это будет неплохо. Но если этот стол зимой заносить в дом, его где-то использовать, поставить, это будет никуда, он не будет годиться. Он никуда в интерьер не впишется. Вот и раздумываю, какие цвета сделать. Либо классические, светлые, бежевые, какие-то такие нейтральные, пастельные, нежные цвета. Где мои все остальные цвета? Непонятно. Ой, господи боже. Где мои перламутры? Либо это все-таки рискнуть и сделать в синим цвете. В общем, пока это все у меня красивые блюзги. Камни, конечно, не пойдут. У меня много камней разных. Красота. Изумруды. Бриллианты. Я шучу. Это камни для декора по эпоксидной смоле. У меня уже одна картина есть с использованием этих декоративных камней. Кстати, это какой-то стекляр. Очень красиво блестит. Люблю использовать камни, но для столешницы камни не пойдут. То есть, их никуда не используешь. А блестки, перламутры, пожалуй, используем. В общем, будем делать столешницу вместе. Экспериментировать. Это будет чистый экспромт. Посмотрим, что получится. Чистый экспромт будет. Обычно я продумываю, какие цвета должны преобладать, как оно, что должно получиться. В принципе, конечно, работа с эпоксидной смолой всегда загадкой. Всегда результат получается неожиданным, но всегда очень красивым. В этот раз я, честно говоря, не знаю, как это получится, что это будет, но я думаю, будет неплохо. Все. Пусть спит. Уника на улицу попросилась. А я хочу на улицу вынести градусник. Градусник. Градусник, и посмотреть, сколько же там у нас градусов сегодня. В доме у меня... Сколько у меня в доме? 28. 28-29. Но, хочу сказать, по ощущениям, в принципе, нормально. Более-менее нормально. Терпимо. Кондиционер не работает, но, в общем-то, терпимо. А я на улицу сейчас вынесу. Моника, ты тебя не ударил? Идем. Хи-хи, красотка. Красотка. Вот этот хвост вообще прелестный. Веер. Веер. Опахала. Я сейчас положу на солнце, а потом скажу, сколько в тени. О, Моника. Это на солнце у нас? Да. Да, мы посмотрим, сколько сегодня на солнце. Правда, сейчас еще не день. Ну, как бы не обед. Сейчас часов 10. Моня, что ты там игрушечку в калитке отнесла? Зачем? Где игрушка твоя? Ну-ка, пошли забирать игрушку. Ну, как бегом. Неси сюда. Давай, неси. Неси сюда игрушку. Любимого мишку. Давай. Мишке жарко. Что ж ты бросила мишку? Тяни, тяни. Хи-хи. Хрипит. Насорила что-то, разорвала сухой листик. Заходи, заходи, мишке. Мишке надо домой. Все, беги. Животное в прохладе. А у нас тут, как дела обстоят? Как у нас дела обстоят? То, что тонкое уже высохло, то, что потрясало, это не так важно. Мне главное, чтобы толстенькие места тоже хорошенечко просохли. Вот эти самые толстенькие места. Еще чуть-чуть влажноватые, чувствую, пускай. Чуть-чуть постоят. Мы никуда не торопимся. Я занимаюсь другими делами. Я, в принципе, привыкла заниматься несколькими делами одновременно. Люблю делать много дел одновременно. Меня как-то это успокаивает. Поэтому совершенно спокойно я нанесла шпаклевку. Она высыхает. Пока моя столешница высыхает, я законсервирую помидорки. Все просто и чудесно. Рецепт старенький. Ничего нового. Не хочу экспериментировать. проверенный старенький рецепт годами и родителями. Раз, раз, раз и все. В принципе, когда я выполняю разные задачи, одно дело, потом второе дело, меня это как-то успокаивает и собирает в кучку. Так, помидоры огородные. Главное выбрать самое красивое. Вроде бы все пересмотрела, но может встретиться и сюрприз. Ну, где там точечка. Уже ладно. Лук. Ой, лук. Ой. Я так планирую, что здесь где-то у меня по объему получится бутылечка 3. Ой, лук какой ядреный. Моника, что там такое? Вот и слух у тебя. Ну и слух у тебя, мой маняша. Беспокойная ты наша маняша. Там всего лишь летает воробей во дворе. Ой, ничего такого там нет. Главное поплотнее уложить помидоры. В помещении, в принципе, светло. От дневного света нормально. А вот для видеосъемки, наверное, немножечко темновато. Но ничего не поделаешь, у нас нет света. У нас выключают 3 раза в день свет. 3 раза по 4 часа. Вот. Пишут графики примерно, когда будет выключение света. Но зачастую с графиками они никак не могут совладать. Поэтому отключают тогда, когда он вздумается. Сладкий перец. Я буду уже вскипятила. И первый раз заливаю кипятком. Прогреть помидоры. Вот второй раз. Это все сливаю. Второй раз кипячу. И уже тогда сыплю соль, сахар. И закрываю этим маринадом. Все. То есть, очень просто. Я под видео рецептик оставлю. А я пойду в огород дорывать помидоры, потому что мне не хватило. Что-то я разогналась. Мне немножко не хватило. Горький перец обязательно. Горький перец. Кстати, я вот косточки не вытаскиваю. Тщательно. Знаете? Не вытаскиваю тщательно. Серединку вытащила. Все, что там. Если попало там одно-два зернышка, в принципе, не страшно. Положу по половинке горькой перчины. О, не капалочку врезет. Это я вторым разом уже зашпаклевала. Оно подсохнет все. И я немножко мокренькая. И я за шлифую наждачную бумагу. И будет все гладенько, красиво. И я низ низ закрашу. Низ закрашу. Так что мы делаем два дела. Два дела одновременно. Тут я положила градусник на солнце. Что тут у нас покажет? Градусник закончился. Он у меня маленький, такой домашний. Для комнаты, в смысле, 50 градусов выше. И он закончился. Градусника не хватило. Больше 50 на солнце. Больше 50 на солнце у нас. Вот такая вот у нас жара. Интересно, сколько на солнце на самом деле аномальная жара. ну а в тени в тени сейчас проверим. В тени мы сейчас посмотрим. Пошла сливать помидоры. Дусь, пошли в дом. Пошли. Дуська. Дусик, Моника, забирай Дусика домой. Давай, Дусика, домой. Дусь. Дусик. Домой. Вон. Бегом и дома темно. Ай-яй-яй-яй-яй. Замечательно. Уже включили свет по второму. И можно доделать помидорки. Семидельница. Сахар, соль, уксус. И все закипело. Я быстренько зайдем и закатаю. И пойду заниматься опять своим столиком. Своим журнальным столиком. Будешь лучше. У меня теперь они стоят, угреваются. мои помидорчики. Вот так. Все. Все. Все закончила. Наконец-то. С помидорами разобрались. Моника запарилась. На полу хорошо. Прохладный воздух от кондиционера. И она прямо обалдеет. И Феликс тоже на полу лежит там с Дусиком. Отдыхают. Так. И пока. Пока есть минутка. Я хочу попить кофе. Раньше в турочке заваривала кофе. А сейчас. А сейчас уже ленюсь. Ленюсь заваривать в турке. Пусть немножечко заварится. Потом добавлю молоко. Обожаю пить кофе с молоком. Буквально пару минут. И все готово. Я сейчас налью молоко. И будет вообще. Вообще шикарно. Вот такая красота. А эта баночка просто от кофе какого-то. Я уже не помню. Давненько покупали. А в саму банку удобно высыпать молотый кофе. Закрыл. И все. И хранится. Потому что стеклянные баночки. Знаете, с такими красивыми крышечками специально для кофе. Такая баночка у меня не влазит в ящичек. В шкафчик. В шкафчик. Не влазит в шкафчик. Вот такие вот дела. И да, кстати, я в кофе люблю наливать вот такой, ну, какой-нибудь сироп. А то кто-то сейчас подумает, что я тут уже с утра налила себе коньяка или рома или что-нибудь еще. Нет, я не употребляю крепкие напитки, поэтому. А сироп до кавы очень даже классная вещь. Вот. До кавы. Ирландский ликер. Но алкоголя здесь нет. Он просто сладкий и пахнет вкусненько. Пол ложечки или ложечку добавляю на чашку. И такой аромат нежный. Есть с ароматом сливок, соленой карамели, фисташек. Ой, их столько много этих всех. Так. Я хотела вот что подумать. У меня столик. У меня такая. Ну, вроде бы треугольный. Ну, какой-то с мягкими углами. Вот так. Да? Я думаю, как бы мне сделать заливку. Заливку, то есть, какой рисунок сделать мне на этом столике. То есть, если можно сделать светлый круг, типа такой небольшой кляксы, белый. Тут, допустим, у меня будет белый перламутр. Если белый перламутр. Дальше голубой перламутр. Вот такую кляксу сделать. Белый перламутр, голубой перламутр. Моника бегает на улице. Так. Может быть, опять какую-то кляксу белую. И более синюю. Вот так вот. Чтобы, как бы, круг расходился от светлого к темному по краям. Вот так вот. От белого, голубой и к синему. Ну и посередине, так, небольшие прожилки золотистого можно добавить. Или все-таки лучше сделать как-то по-другому. Это я вот так всегда что-то. Или думаю над картиной. Или... Ну, короче, пока пью кофе, я о чем-то таком творческом думаю. Ну, в общем, если наш столик. Попробовать. Может быть, какими-то полосками сделать. Допустим, совсем неровными полосками. Дальше он будет растекаться, как ему вздумается. Ну, допустим, раз. Какую-то неровную полоску. Какой-то, допустим, светлый цвет. Потом синий можно. Лазурный какой-то. Вылить. Какими-то такими, может быть, полосочками. Это все растечется. И он, как бы, со всех сторон будет смотреться неплохо. В принципе, и тот, и тот вариант мне нравится. Либо полосками заливать в одном таком направлении, хаотично. Ну, так вот, хоп. Не совсем ровными, не четкие ровные линии, ни в коем случае. А именно так вот. Где-то потолще полоска. И сужается, да? Может быть, сужается так. Ну, и, конечно же, сюда добавить золотые блестки. Либо такие кляксы. Конечно же, смола будет растекаться, между собой соединяться, перемешиваться и аккуратно вот расходиться. И вот у меня такие два варианта, которые мне нравятся, в принципе. И какой из них выбрать, напишите в комментариях. Какой вам вариант был бы интереснее, был бы как бы лучше. Вот, Стюм, вот такая вот у меня дилемма. Вот такая вот у меня дилемма. Я зашпаклевала, протерла от пыли и хочу покрасить. Естественно, я буду использовать фарбекс. Вообще, я фарбекс очень люблю. У меня и краска фарбекс. А это была баночка из-под клея. Клей ПВА, Д3, тоже фарбекс, очень классная. Тут у меня немножечко уже заколерованная. Мне просто баночка нужна была, заколерованная. Бежевый цвет. Сюда я добавлю белый. Мне немножко надо краски. Моника, что ты там делаешь? Добавила белый и получится такой светлый беж. Как бы не умею показать. Вот такой вот светлый беж. Очень даже будет неплох. И верхняя часть столешницы будет такая же. Такой приятный цвет, топленое молоко. Уже почти подсохла. А, уже подсохла. Пусть уже подсохла. На улице больше 50 градусов. То, что ты трясешься? Ну, а мы пока подсыхаем первый слой столешницы. Посмотрим, сколько там у нас в тени градусов. 40 градусов. 39, 40, 40 градусов. Ну, такая вот у нас погода в Запорожье. В тени 39, 40. На солнце больше 50. Ну, если что-то красит, то очень быстро. Зато, скажи, Монечка, все быстро сохнет. И это очень даже хорошо. Можно наносить второй слой. И за работу. И наносим второй слой. Буквально одна минута. И все готово. Боишь, кисточка даже подсохла. Чуть-чуть кисточка подсохла. Оп. Сильно, тщательно мне тут зарисовывать, закрашивать ничего не надо. Потому что тут будет все залито эпоксидной смолой. И еще один такой. Буквально чуть-чуть фоново. Сталки. Под столик я скресется. Ой, чуть-чуть стольк. Все. Супер скорость. Супер скорость, да? Все. Из малярного скотча я сделала бортик, чтобы смола никуда не убежала. Обязательно нужно проверить уровень, чтобы все было ровно. И не было никаких перекосов. Ну а дальше начинается самый сказочный и волшебный процесс творчества. Очень люблю процесс заливки эпоксидной смолой, подбор цвета, перламутров. Это прямо какое-то волшебство. Или медитация, как хотите. Когда работаешь со смолой летом, самое главное соблюдать температурный режим. Иначе, если очень будет жарко и не будет включен кондиционер, то смола схватится быстрее, чем я успею ее разлить. Она может схватиться прямо в стаканах. Поэтому развожу по чуть-чуть, чтобы смола успела растечься и соединиться друг с другом все цвета, чтобы соединились и был красивый переход. Ну и как вы уже видите, рисунок я решила наносить в виде капельки, распределяя цвет от середины к краю. Я решила использовать светлый цвет в середине. Я буду использовать белые и голубые цвета. Ну и плюс белый перламутр и голубой перламутр. Серединка будет более светлая, края будут потемнее. И в конце немножечко добавлю золото. Вообще, очень большую роль играет фоновый цвет. У меня бежевый, как вы помните, я красила бежевым акриловой краской. И это позволяет создавать такую подсветку изнутри, создавая своеобразный эффект свечения. Можно, конечно же, было делать фон любого другого цвета. Но я использовала именно беж. И все, после заливки эпоксидной смолы, снимаем бортики и даем возможность смоле стечь и сделать красивые бортики. Аккуратные и с таким же рисунком, как и основной цвет. Пока смола остыла, я снимаю видео, уже у нас, в принципе, ночь. И вот такой вот результат у меня получился. Я очень довольна, наконец-то, как говорится, моя мечта сбылась. Давно я хотела сделать столики из эпоксидной смолы. И вот, наконец-то, он у меня уже есть. Ну, конечно, осталось прикрутить ножки, но это дело второе. Покажу, конечно же, вам и с ножками готовый стол, но сейчас пока покажу вам столешницу. Перламутры, конечно же, делают свой эффект. Очень красиво получаются переходы. Получился рисунок, как срез камня. Как я уже говорила, использовала только два цвета, белый и голубой, и немного перламутров. В разной концентрации голубые оттенки дали вот такой вот эффект. Где-то даже похоже, как морская волна. Ну, а в общем, это все напоминает именно срез камня. Я обязательно сниму отдельное видео, как я изготавливала этот столик и покрывала его эпоксидной смолой со всеми подробностями и нюансами. Ну, а я жду от вас обратную связь. Пишите в комментариях, понравилась вам моя работа. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Спасибо всем большое, что досмотрели мое длинное видео до конца. Всем до новых встреч. Пока-пока.